Дом культуры в Нюнаксе закрыли еще пять лет назад из-за аварийного состояния здания. Хор «Поморская жемчужина» выступает на областном и всероссийском уровнях, а репетировать негде. Помочь пытаются депутаты. На этих кадрах выступление народного хора «Поморская жемчужина». Ему больше полувека. Хор собрался из посиделок местных любительниц попеть. Сейчас это настоящий вокальный коллектив. Однако пять лет назад «Поморская жемчужина» столкнулась с трудностями. Закрыли местный дом культуры. Год назад северодвинские депутаты дали обещание Нюнакшанам – клуб будет. Сегодня состоялась первая встреча по утверждению плана будущего центра. Вокалисткам проект понравился. Тот большой холл для выступлений, гримерка и даже собственная костюмерная. План клуба очень понравился. Менять там ничего не надо. Очень все хорошо будет, потому что зал будет большой, и комнаты для нас, и для гостей. И, в общем, все прекрасно. Спасибо Игорю Юрьевичу. У нас столько молодежи летом. Очень много болтаются так. И зимой тоже есть школьники. Маленьких уже стало много детей. Куда им? Не на сотку уже идти? И вот мы все пожилые, старые уже. Но, правда, мы не поддаемся. Нам нужен нужен. Зимой в Нюнаксе проживает около 300 человек. Летом количество жителей возрастает до 3000. Туристов заглядывает много, а концерты показывать негде. Новое здание построят на месте старого. Одноэтажный дом культуры будет из бруса, чтобы сохранить историческую преемственность. Не забыли и об отоплении, и водоснабжении. На строительство планируют потратить около 3 миллионов рублей. Уходим от печного отопления. Мы выбрали безопасное решение. Это электрокотел, который будет установлен. И у нас будет обогрев полностью по всему термом этаже осуществляться. Предполагается устроить водозаборную скважину, которая будет находиться на расстоянии 10 метров от здания. Предполагается установить либо станцию биологической очистки источных вод, либо это будет септик установлен на расстоянии 3 метров от здания. Я думаю, что будем искать программы и областные, и федеральные. Думаю, что это будет какое-то софинансирование. Но цифра в любом случае подъемная. И самое главное, что это необходимо. Площадь здания – 170 квадратных метров. Нюнакшане признаются – это будет не просто дом культуры, а целый центр. Он повысит рост туристов на родину Северной Соли. К 9 марта депутаты примут все изменения и утвердят окончательный проект. И тогда народный хор «Поморская жемчужина» сможет готовиться к новому концерту уже в новом доме. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.